Воздушные шары, предвкушение новых впечатлений и новые книги. Каждое 1 сентября малыши с красивыми бантиками и первыми деловыми костюмами идут в первый класс. В этом году средняя школа номер 27, теперь уже имени героя Советского Союза Ивана Петровича Барсукова, распахнула свои двери для 102 первоклассников. В этом учебном году в нашу школу пришло 102 первоклассника. Очень хочется пожелать этим детям, чтобы они научились не только писать, читать, считать, чтобы они научились уважать друг друга, дружить и уважительно относиться с своим классным руководителем. Конечно, будет очень сложный год для 11-классников, потому что им придется определиться на своем жизненном пути. Самое торжественное мероприятие этого года для нашей школы – это решение Брестского городского исполнительного комитета от 22 августа 2023 года номер 1191 о присвоении нашей школе имени героя Советского Союза Ивана Петровича Барсукова. Уже друзей себе нашла? А много? А чего пожелаешь своим одноклассникам в новом учебном году? Чтобы они хорошо учились. Именем Ивана Петровича Барсукова школа названа не случайно. С декабря 1991 года полковник служил в пограничных войсках Республики Беларусь, а также был начальником Брестского краснознаменного пограничного отряда имени Держинского. В период афганской войны исполнял интернациональный долг. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Афганистане, он был удостоен звания Героя Советского Союза. В честь него и в память о нем сегодня в 27-й школе открыт военно-патриотический класс. В этом учебном году мы открыли еще один военно-патриотический класс. Был подписан договор с Брестской краснознаменной пограничной группой имени Феликса Ивмундовича Держинского и Управлением по образованию администрации Ленинского района. И теперь военно-патриотические классы – это военно-патриотические классы в интересах органов пограничной службы. Сегодня на торжественном мероприятии в актовом зале ребятам 6-го В и 5-го В класса пограничники вручают шевроны. Мне просто было интересно, что там было. Там весело, мои друзья, вот это все. Чем хочешь заниматься пограничником в классе? Дружить, учиться, узнавать новые предметы. А в будущем хочешь стать пограничником? Да. Первый урок во всех школах страны прошел на единую тему «Беларусь и я. Диалог, мир и созидание». Вот только для воспитанников военно-патриотического класса этот урок стал не только познавательным, но и особенным. Им вручили шевроны. Шевроны – это плечевые нашивки, которые носятся на форме и указывают название и ранг военного. Персональные знаки отличия пятиклашки получили из рук заместителя начальника Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского Андрея Ковалевича, председателя Брестского госполкома Сергея Лободинского и дочери героя Советского Союза Ивана Барсукова Жанны Царук. Я, во-первых, очень рада присутствовать на этом мероприятии. Мне очень приятно, что память сохраняется моего отца. И очень красивая линейка была. Очень хочется поздравить всех детей с началом учебного года. И мне очень приятно, что сохраняется память о моем отце и в его лице о многих других героях, которые здесь, в пограничном Бресте, защищали нашу Родину. В этом учебном году сразу в трех школах номер 18, 27 и 31 проведены капитальные ремонты пищеблоков. Современная и уютная столовая стала настоящим подарком для всех учеников и учителей 27-й школы. Здесь есть все необходимое для комфортного питания школьников. Просторный зал на 220 мест, качественная мебель, современная кухня и оборудование для приготовления пищи, а также буфет с широким ассортиментом выпечки и напитков. Здесь не только всегда чисто и уютно, но и соблюдаются все нормы санитарной безопасности при приготовлении пищи. Сегодня в присутствии детей, родителей, наверное, хотелось бы сказать и отметить на этой площадке, в которой сегодня мы стоим, наверное, обновленной, поблагодарить в первую очередь строителей, которые вложили сюда душу вместе с заказчиком, управлением капитального строительства, которые, так скажем, в короткий срок помогли навести порядок. Мало того, я думаю, вы, посещая школу, увидите обновленный пищеблок, где наши дети будут питаться. Это не только обновленный интерьер, но и сам пищеблок с новым оборудованием. И для Бреста, и вообще в целом для Брещины сюда это было значимо, поддержать и поддерживать нашу систему образования. Потому что любая профессия начинается с чего? Именно с образованием. Когда ты понимаешь, уверенно идешь по жизни, тебе помогают раскрываться наши педагоги. Я думаю, что и в целом, и все отрасли народного хозяйства, и сама экономика, не только города, да и в целом страны становятся сильнее, мудрее и крепче. Хочется сказать большое спасибо Брестскому городскому исполнительному комитету, администрации Ленинского района, за вклад в модернизацию материально-технической базы школы. У нас обновлен пищеблок, у нас состоялось благоустройство территории, у нас был проведен капитальный ремонт санузлов и душевых при спортивных залах. Мы сами сделали ремонт пяти кабинетов и многое-многое другое. И вообще хочется всех поздравить с Днем Знаний и пожелать всем, чтобы школа была для всех учащихся вторым домом, а родители всегда находили взаимопонимание с учителями и все друг друга уважали. Не менее торжественно прошла линейка и в средней школе номер 4, которая вот уже 85 лет открывает свои двери для жаждущих знаний. Какую историю хранят стены старейшей школы в Бресте, а также о том, какой она будет в будущем, расскажем завтра в 19.30 в программе «Итоги недели». Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.